Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Сегодня у нас выездное такое видео с моря прямо. И я всем желаю счастья, гармонии из Одессы у нас радостно и счастливо. Говорим сегодня об ощущении безопасности, о том, как чувствовать себя в гармоничном, радостном, счастливом состоянии. То есть ощущение безопасности к нам приходит, когда мы на самом деле спокойны, легки, когда у нас хорошее состояние, мы можем действовать осознанно и легко. В этом состоянии наше сердце и разум спокойны, и они действуют в гармонии. То есть это и есть состояние целостности. Конечно же, оно зависит от внешних обстоятельств. То есть на нас влияют какие-то внешние факторы, эмоции, ощущения, болезненные переживания. Но на самом деле, когда внутри у нас спокойно и хорошо, когда нечего у нас, ну скажем так, затрагивать, когда, допустим, даже что-то внешнее влияет на нас, ну, внутри у нас спокойно, легко, хорошо, нет проявлений какой-то дисгармонии. А просто мы относимся ко всему с принятием. Вот в этом состоянии принятия и наступает все самое лучшее. То есть что такое принятие? Это когда мы не отталкиваем, не подавляем, не обесцениваем то, что есть вокруг нас, а относимся легко, спокойно, с комфортом. И принимаем это как благое, то, что действительно нам нужно вот в этот момент жизни. И получается, я вот занимаюсь уже духовным исцелением в течение 20 лет, я понял, что очень важно рассматривать те вещи, которые приходят в нашу жизнь, и не подавлять их, а наоборот принимать. То есть как это происходит? Например, происходит какое-то событие, да, но мы не пытаемся как-то там повлиять на него негативным образом, что-то сделать такое и сказать, о, это нашей жизни не нужно, это событие, нам совершенно как бы нет необходимости в нем. Нет, мы наоборот смотрим, почему это событие пришло в нашу жизнь, и как оно может повлиять на нашу жизнь так, чтобы выправить ее, так, чтобы сделать ее более радостной, счастливой, гармоничной. Вот, и в таких событиях их может быть большое количество. Вот люди, я делаю с этим, говорят, как можно принять там пьющего мужа, или как можно принять мое заболевание. Но получается, когда есть непринятие, то мы в этом непринятии, ну, как бы действуем как? То есть мы начинаем подавлять это, мы начинаем говорить, о, это нам не нужно, мы хотим с этим как-то разобраться, это выбросить из нашей жизни. Но оно не уходит, оно остается. Вот это состояние безопасности наступает тогда, когда мы относимся с принятием к тому, что оно есть в нашей жизни. То есть принятие, оно очень понятная вещь на самом деле. Хотя люди спрашивают, что же такое принятие? Это когда мы не удаляем, а говорим, окей, да, это есть. Давайте посмотрим, откуда это происходит, откуда это проистекает в нас, почему это вообще пришло в нашу жизнь. И в этом состоянии мы смотрим, ух ты, а это пришло вот потому, что, чтобы, например, мы пришли к каким-то новым озарениям, новым пониманием жизни. Вот. И тогда наша жизнь совершенно по-другому начинает выстраиваться. То есть когда у нас есть понимание о том, что все в жизни идет во благо, то, соответственно, мы начинаем жить осознанно. То есть я это понял тогда, когда начал заниматься процессингом. То есть потому что, что происходило в моей жизни раньше? Я действовал неосознанно, я действовал как-то, ну вот, скажем так, просто действовал, да, то есть не задумывался, вот, так как бы жил, да, ну была какая-то жизнь, то есть и в ней было много всего. То есть я действовал так, что, ну, мне хотелось, скорее всего, просто жить и получать от жизни какое-то удовольствие, наслаждение. Но не было вот этого посыла духовной мудрости. То есть что такое духовная мудрость? Это когда я чувствую, например, как действовать корректно, правильно. Вот. И в этом состоянии мудрости наступают вот правильные действия, правильное понимание. То есть в состоянии спокойствия и комфорта мне, например, гораздо приятней находиться в настоящем времени. И вот что я делаю для этого? Я нахожусь в состоянии медитации, то есть наблюдаю здесь и сейчас, что со мной происходит. И в этом состоянии медитации мне, например, воспринимать действительно сериальность гораздо легче. Вторым важным моментом – это, опять же, если что-то происходит, то я ищу, почему это пришло в мою жизнь, то есть каковы истоки этого, и исцеляю это. То есть смотрю, откуда это возникло, почему это пришло в жизнь, и наполняю ее радостью, гармонией, счастьем. Вот. И третьим важным моментом – я, когда это пришло в мою жизнь, смотрю вообще, откуда это проистекает, то есть из каких случаев это. И потом эти случаи нахожу, перепроживаю их, и удаляю оттуда боль, бессознательность, если там есть какие-то негативные переживания, и это состояние улучшается, выправляется, то есть у меня становится больше покоя, комфорта, радости и счастья. И вот в этом душевном покое я уже действую осознанно и легко, то есть я уже действую так, как мне бы хотелось. То есть я не нападаю на кого-то, не нападаю ни на себя, ни на других людей, а осознанно действую, и это осознанное действие помогает мне в улучшении состояния. Мы можем сделать такую небольшую сессию, вы посмотрите, как это работает, и сделаем, ну, как бы, как правильно сказать, такой процесс, чтобы вы почувствовали, как работает практика процессинга счастья. Вот. Можете сесть или лечь в удобном для вас месте, закройте глаза, чтобы вас никто не отвлекал, и создайте пространство для сессии. Вот. И в этом пространстве наполните его любовью. Посмотрите, есть ли в этом пространстве какие-то негативные ощущения, боль, какая-то бессознательность, что-то, что влияет на вас и мешает вам вот находиться в этом комфортном состоянии безопасности и покоя. Это могут быть какие-то негативные эмоции, болезненные ощущения, страх, обида, гнев. Вот. Посмотрите, что это. Можете выбрать что-то одно. То есть, например, выбрали ощущение страха, да, вы чувствуете страх в этом пространстве. Посмотрите, что это за страх, какой он. Опишите его максимально подробно, и посмотрите, откуда этот страх проистекает, то есть его причины, да, то есть от какого случая он идет. И дальше, когда вы увидели этот страх, его причины, посмотрите, ну, вот, на это ощущение страха максимально глубоко, Вот, то есть и проработайте, пройдите через этот случай, перепроживите его один, два, три раза, сколько необходимо, чтобы пока это ощущение страха уйдет из вашей жизни. Вот, когда вы почувствовали, что оно ушло, вот, то здорово на этом можно завершить с этим ощущением. Если, например, исцеление не происходит, то посмотрите более ранний подобный случай, чтобы посмотреть и убрать оттуда негативный заряд. Вот, когда вы этот случай убрали, соответственно, наступит облегчение, то есть это критерий, что на этом можно завершить. Вот, то есть обязательный критерий – это исцеление и улучшение вашего состояния. Вот, если, например, эмоция нарастает, то всегда ищите более ранний подобный случай, то есть потому что все основывается на самом раннем. То есть чем раньше это, тем больше оно влияет на нас. Соответственно, когда мы убираем самый ранний случай, состояние выправляется, и мы можем осознанно и легко действовать, то есть уходит вот эта боль, бессознательность и дисгармония. Потом, когда вы проработали, к примеру, со страхом, можете взять другое ощущение и проработать. Вот таким же образом. Такие сессии можно делать ежедневно, на ежедневной основе и улучшать ваше состояние, потому что они помогают в улучшении качества жизни. В этом состоянии, когда вы улучшили его, можно действовать осознанно, легко, гармонично и осознанно убирать те негативные ощущения, которые у вас накопились. Вот, поэтому, друзья, смотрите и улучшайте свое состояние. Это очень важно, потому что, когда вы улучшили его, то вы можете жить спокойной, радостной, счастливой жизнью, и вас ничего не потревожит, не побеспокоит. Вот, и, конечно же, в этом состоянии радости, покоя и счастья вы можете находиться все свое время. Вот, и ничто вас не будет отвлекать. Вот, если что-то мешает, да, или, например, в практике что-то не получается, то напишите мне в личные сообщения, все мои контакты указаны под этим видео, и я отвечу вам. И мы сделаем бесплатную консультацию, я расскажу, покажу, как можно улучшить ваше состояние, чтобы вы действительно жили счастливой, радостной, гармоничной жизнью, и все у вас было здорово и хорошо. Вот, таким образом я помогаю людям, и как проводник провожу их через негативные ощущения и привожу к состоянию гармонии, радости и счастья. Вот, если вам это интересно, а видео вам понравилось, то поставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписчик, и добавляйте в друзья в соцсетях все мои контакты под этим видео. Вот, включите колокольчик для напоминания о новых видео, они выходят на моем канале ежедневно, и поделитесь этим видео с вашими друзьями, я уверен, оно тоже будет им полезным, приятным, и создаст для них тоже, ну, скажем, повод для того, чтобы улучшить свое состояние. Вот, и, конечно же, буду рад вас видеть в друзьях. Вот, в описании также мои книги «Миры вечного познания» и «Полное исцеление», можете их скачать и прочитать по ссылкам в описании. Вот, и, конечно же, вам желаю счастья, гармонии. Вот, сейчас на экране появится парочка моих новых видео, можете их посмотреть, если вам это интересно. Это «Как изменить судьбу» и о том, как справиться с негативными зарядами. Практика процесса счастья – как раз то, о чем я рассказывал в более подробном описании. Вы можете эти делать в сессии самостоятельно на ежедневной основе. Если вы хотите более глубокой проработки, если вы хотите действительно сделать так, чтобы у вас состояние улучшилось и было гармоничным, радостным, счастливым, то я предлагаю написать мне, и мы сделаем бесплатную консультацию, проведем сессию, где мы сделаем такую глубокую проработку и берем из вашей жизни страхи, бессознательность и боль. То есть, и ваше состояние улучшится, то есть, уйдут психосоматические заболевания, вы почувствуете гармонию, радость, комфорт и почувствуете то, что действительно можете жить счастливой, радостной жизнью. То есть, уйдут вот эти беспокойства, пространство наполнится радостью, счастьем, вы почувствуете вновь это ощущение безопасности. То есть, уйдут панические атаки, боли, страхи и тому подобное. Поэтому, друзья, я желаю вам счастья, гармонии, радости. И напомню, меня зовут Шевченко Александр, это проект Академии Счастья, проект, направленный на улучшение качества жизни. Мы увидимся с вами совсем скоро, в следующем видео мы увидимся на моем канале завтра. И желаю вам радости, осознанности, счастья, безопасности. До скорой встречи, друзья. Всего вам доброго.